К другим темам. Ямальский общероссийский народный фронт взял на себя контроль над исполнением указов президента. Выяснилось, в регионе, который давно и уверенно занимает лидирующие позиции в рейтингах социально-экономического развития, фронтовики без работы не сидят. Конечно, размах выявленных нарушений далеко не сахалинский, но фронтовикам удалось пересечь бездумную трату миллиарда бюджетных рублей. О внутренних резервах в условиях кризиса в следующем репортаже. Почти годовое затишье ямальских фронтовиков оказалось минимым. Без исполкома, исключительно на энтузиазме народных экспертов. Народный фронт накопал сведения о перерасходе бюджетных средств. Сигналом к действию становились сомнительные лоты на официальных сайтах госзакупок. Заботясь о репутации, чиновники снимали с торгов неоправданные закупки, завышенные по стоимости строительные и дорожные работы. Схемы в принципе везде одинаковые. Мы закладываем в свою матрицу оценок вот эти схемы в том числе. И так или иначе у нас в регионе на них мелкие заказчики, мелкие либо крупные заказчики попадаются. Ну конечно строительство, конечно дороги, конечно возможно здравоохранение. То есть это вот примерный перечень таких нервных, так скажем, направлений. Нервными направлениями оказались и электронные очереди в поликлиниках, и стихийные свалки в районе социальных объектов и парковки для инвалидов. Например, сотрудники крупнейшего в Салихарде поставщика коммунальных услуг Салихард Энерго поделили между собой городскую парковку, лишив инвалидов права на парковочное место. Этого еще мало. Мы это понимаем и будем дальше продвигать тему. В частности, очень перспективно видится реакция Народного фронта на так называемое новое аварийное жилье. А когда граждане, переселяемые по программе переселения известного аварийного жилья, въезжают в новые дома, но эти дома начинают рушиться через полгода или год. Фронтовики обещают поднимать вопрос по каждому дому. Чиновники причины холодных домов ищут в несовершенстве инженерных сетей, а сырых стен в неправильной эксплуатации жильцами квадратных метров. Но реальная проблема чаще в другом. Недобросовестный застройщик. И судя по всему, он уйдет с ямальского рынка. Застройщик Арсикодом, он осуществляет строительство в настоящее время в Песаре, заканчивает строительство дома у него находки и вот этот дом в панике уйти. Летом он в рамках гарантийных обязательств устраняет. Договора для его участия некоммерческой организации больше не заключать не будет. С электронной очередью к врачам вообще разговор отдельный. Деньги потрачены немалые, а работает из рук он плохо. Чиновники называют сбои оправданными, люди не соглашаются. ОНФ сигналы проверяет. Я сегодня утром просто попробовал. Вам не повезло? Мне вообще не повезло. Я смотрел и детские, и взрослые. Еще одна линия фронта – сотрудничество с общественными организациями. Именно они чаще всего и становятся надежными помощниками ОНФ. Пока это работа в начале пути. Но фронтовики и общественники понимают – дальше двигаться нужно вместе. Когда человеку дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, и самое главное, что когда вот эти проблемы складываются в какую-то одну большую проблему, то всегда найдутся те решения, которые позволят сделать жизнь как ямальцам, селам россиян, каждого отдельного поселка, каждого отдельного города, наверное, может быть, даже каждой семьи более благополучно и лучше. Конечно, на Ямале ждать громких медийных разоблачений не стоит. И этому есть объяснение – власть сотрудничает с Народным фронтом и ссориться с ОНФ в ее планы не входит. Выгода такого сотрудничества очевидна. В условиях кризиса фронтовики находят внутренние резервы повышения качества жизни. И, как обещает ОНФ, это только начало большой работы. За нами стоит президент, лидер России. Поэтому думаю, что силы у нас найдутся. Губернатор в пресечении лишних трат заинтересован. Сегодня в бюджете каждая копейка на счету. Так что даже скептики признали – Народный фронт становится действенной силой, которая заставляет чиновников работать, а не искать оправдания. Продолжение следует...